Что оставил нам Аллах? В Священном Коране говорится, То, что оставит вам Аллах, лучше для вас, если веруете вы. Но не храните ли я над вами? Сура 11, аят 86 Выражение Бакият Аллах, то, что оставил Аллах, означает прибыль, которую может получить человек, используя богоугодный, разрешенный шариатом капитал. Но, согласно преданиям, это выражение можно понимать так же, как все, что выпадает на долю человечества с разрешения Всевышнего. Примером могут служить верующие воины, которые остались в живых и возвращаются с поля сражения Священной войны победителями, поскольку сохранили верность Божьей воле. Это выражение используют также применительно к имаму Махди, мир ему, известному так же, как Бакият Аллах, этому праведнику, которого Господь оставил и сохранил, чтобы наставлять людей на истинный путь. Предания сообщают, что Бакият Аллах – один из титулов его светлости Махди, да ускорит Аллах его пришествие, которое упоминается в адресованном ему приветствии «Ас-саляму алейка, я Бакият Аллахи в ли ард». «Приветствую тебе, о тот, кого оставил Аллах на земле». Когда Махди, мир ему, появится в Мекке, он во всеуслышание произнесет «Я есть обещанный Богом, Бакият Аллах». Ум-саляма передала слова посланника Аллаха, да благословит Аллах его и род его. «Махди, из моей семьи, из детей Фатимы». В другом предании посланник Аллаха, да благословит Аллах его и род его, сказал «Земля наполнится гнетом и несправедливостью. Затем выйдет мужчина из моей семьи, пока не наполнит ее справедливостью, как она была наполнена несправедливостью и гнетом. Да, появится человек из семейства пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и род его, в самый тяжкий час жизни человечества и установит справедливость во всем мире. С этим согласны все мусульмане. С точки зрения исламских преданий, появление Всемирного Спасителя является фактом, не подвергающимся никаким сомнениям. Так ждите же своего Спасителя и старайтесь подготовиться к его пришествию, чтобы осуществилась долгожданная цель, которая заключается в едином государстве во всем мире, управляемая последним преемником пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и род его. Господи, молим Тебя, даруй нам благородное правление, подлинно законное правление Махди, да ускорит Аллах его возвращение, которое укрепило бы ислам и его сторонников, и посрамило бы двуличие и его поборников. Сделай нас в этой стране проповедниками идеи смирения пред Тобой, наставляющими людей на Твой путь, молящими Тебя о достойном воздаянии на земле и на небесах.